Я, конечно, не Марат Хаиров, но немножко в банных печах разбираюсь, особо в хардах. Я сегодня, да, в компании Стальмастер, где, посмотрите, огромнейшее количество различных модификаций хардов. И сегодня речь пойдет о печи хард, которая сейчас в разложенном состоянии находится, мы будем монтировать. А печи хард, у которой есть глушитель от инфракрасного излучения. И об этом, собственно говоря, ролик. Смонтируем и покажем. Инфракрасные экраны, кто же их придумал? Дмитрий! Тебе и отдуваться. Скажи, из чего они сделаны? Это сталь с ребрами жесткости. А зачем она перфорирована? Здесь? Да. Это сейчас покажу. Печь мы уже успели собрать. Перфорация для того, чтобы установить все это уже на собранную готовую печь. Возможно, даже уже стоящую в бане. Фартук у нас снимается, когда закладка камней происходит. Камни выложили, если вдруг у нас фонит. Камни выложили. Вот у нас печь стоит. Берем один экран. Фонить у вас может в том случае, если вы используете очень большие булдыханы. Ну или вообще, если вы собираетесь максимально приблизить кондицию к русской бане. Так. Так. До конца его пропихиваем. Вот у меня немного соскользнуло. Ничего-ничего. Это, кстати, тестовый образец, ребята. Если какие-то у вас идеи будут, пишите обязательно в комментах. Вот так вот. Вау. С точностью до миллилитра. Воронка у нас тоже вынимается без проблем. Это вы присутствуете при священном моменте. Еще никто не делал это. Это вот самый первый образец, самый первый раз. Так. Постучим? Нет, не будем. Лучше немного подзагну еще. Все должно быть плотно. Чтобы никаких лишних движений там не было. О, она даже защелкивается. Да-да-да-да-да-да, тут. А, вон они, пазики. Вон они. Так. А эти пазы есть на всех стандартных печах. Какие? Вот снизу? Это вообще под теплообменник. А-а-а. И поэтому как раз-таки здесь ребра сделаны так, чтобы обходить эти уши под теплообменник. А-а-а. Век живи, век учись. Там винтик, главное не пожег. Ничего страшного. Все. Вместе с этим винтиком устанавливается. Так. Немного углубились. И еще. То есть просто аккуратно, немножко медленно. Ну да. Так. Ларанку мы можем уже установить. Вот оно, опять же, тоже щелкнуло. Вот здесь с боков заскакивает. А-а-а. Так. Все нормально. Угу. Немного я сместился. Ничего страшного. Ничего страшного. У меня очень интересно, зачем перфорирование тут? Мы все это подробно показываем, потому что вам это возможно, зрителям, делать. Почти дошло. Еще чуть-чуть. Вера, Вера, Вера. Еще чуть-чуть. Можно ломать на? Теперь начинаем по чуть-чуть. Почти ломаешь же, нет? Так. В этом и суть. Чтобы как можно больше поверхности закрыть. А-а. То есть эти перфорации нужны для того, чтобы этот лист немного согнулся. Да. Да, да. Так. Вот теперь-то все понятно. Вот теперь оно установилось. Ну, давай мы не будем показывать, как ту же стенку сделать, потому что это понятно. Итак, для кого нужны вот эти вот дополнительные опции? В первую очередь для бань-бочек. Для бань-бочек теперь эта печка просто для аппетита и стуяр, как говорят испанцы. Это снята конвекция с металла. И так как в банях-бочках, вот допустим, если это лежак, он находится очень рядом с печкой. И бани-бочки, они компактные, и небольшие парилки компактные, чтобы излучение от железа, если положены большие булдыханы и между ними щели, вот оно-то как раз теперь снято вот этими вот конвекторами. Да, чуть-чуть уменьшился размер на где-то сантиметр. Но ничего страшного, зато топка закрыта. И если кто-то скажет, что теперь эта печь с очень сильной конвекцией, я могу сказать, что он будет неправ, потому что вот эта вот щель закладывается просто камнями. Ну и конвекцию мы ограничили снизу, потому что загнули, и отверстий не так много, чтобы происходил прям поток. Ну и тут то же самое, просто камнями заложили эту щель, и всё. В общем-то, задача выполнена, у кого баня-бочка, кто планирует купить баню-бочку, вообще идеальнейшая печь вышла. И у кого парилка большая или маленькая, кто думает, брать стальмастер или может быть что-нибудь другое, бери стальмастер, братан. Тут, посмотри, даже новое стекло вышло, шикарное. Режим русской бани тебе обеспечен. Кстати, а я снимал её на выставке, стекло вот это вот, красивое. Какие-то изменения по стеклу произошли со времён выставки? Ну, на выставке у нас было только большое изначально. Сейчас вот сделали уже маленькую панораму и отверстие для, точнее, от закопчения стекла. Как она поднимается? Вот они. То есть, постоянно что-то дорабатывается. Ещё здесь вот отверстие. Да, здесь, ну, небольшой зазор технологический. Вот здесь подходит воздух отсюда. Там сверху тоже прорези небольшие. Чтобы стекло, мы его тестировали, долго тестировали. С ним вообще ничего не происходит, даже в тяжёлых прям условиях. Ну, прям вообще супер. Не печка вышла, а конфетка. Прям вообще. А тебе большой респект за научную деятельность. Прямо давай краба. Было 5, стало 10. Уважуха, подсчёт, респектоз. И, если кто не знает, инновация в стиле хай-так. Это стальмастер. Харт. Пока устанавливали четвёртую стенку, родилось название у этих приспособ для снятия излучения. Дмитриевский заслон. Всё, ты ушёл в историю. Ты написал историю, чувак. Ты написал историю. Дмитриевский заслон. Ты понимаешь, что сейчас многие производители начнут делать Дмитриевские заслоны. Но ты, ты вписал себя в историю. Я был первый. Да.